Музыка Поединки, затем оценки судей и награждения победителей. Любители и те, кто только начинает пробовать свои силы в боксе, собрались на площадке спортивного клуба «Доступный спорт в Ликино». Ребята со всего городского округа приняли участие в турнире. Привлечь как можно больше молодых людей к спорту. Спорт может изменить жизнь ребенка, начиная с сильного тела, заканчивая крепким здоровьем. Мы активно развиваем бокс в нашем округе, регулярно проводим соревнования. Это помогает держать детей подальше от вредных привычек. Анна занимается боксом всего год, но держать удар уже научилась. Юную спортсменку даже проигрыш мотивирует заниматься с большей отдачей. Бокс отлично помогает справляться с трудностями, говорит девушка. Если я проиграю, это не значит, что я сдамся. Я столько раз проигрывала просто в спаррингах, я не сдаюсь. Это моя штука такая, что я добиваюсь всего. Ребят, которые интересуются боксом, в округе становится все больше. Спортивные начинания молодых спортсменов активно поддерживают единороссы в рамках проекта «Детский спорт». Даже с опозданием Дню народного единства, но тем не менее, все равно этот спортивный праздник сегодня состоится. Я рад, что на самом деле, да, очень много ребят занимается спортом, очень большие достижения. Будем награждать, то есть за победу будет у нас вручена медалька и грамота, и грамота будет за, кто второе место займет, за участие. Кубки уже состав судейской коллегии определит лучшего боксера, за лучший бой будет вручен ему кубок. В спаррингах принимали участие ребята от 9 лет и старше. Многие пришли со своими родителями и тренерами. Поддержка на соревнованиях очень важна. Готовился я очень хорошо. Меня тренировал тренер. Тренер у нас очень хороший. Спортивный характер и волю к победе показали в ходе турнира около 30 боксерских пар. Ну а победителей ждали заслуженные овации, призы и награды. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.